Ситуацию в Германии накаляет поведение чужаков. В городе Дармштадте повторились события Кёльнской новогодней ночи, когда выходцы из Африки и Ближнего Востока вели себя непозволительно по отношению к женщинам. О немцах, которые не могут защитить слабый пол своей страны от сексуальных домогательств. В репортаже Ивана Благова. Пока известно о 26 пострадавших девушках. Им от 14 до 18 лет, и они просто хотели послушать музыку на фестивале под открытым небом. То, что с ними произошло, заставляет вспомнить события в Кёльне в новогоднюю ночь. Женщины достаточно четко рассказали, что преступники действовали небольшими группами. Говорят, что девушек лапали около 10 человек. В отличие от кёльнской ночи длинных рук, а в Кёльне о домогательствах заявили более 600 человек, в том, что там женщин еще и грабили. В Дармштадте, по всей видимости, преступники думали лишь о сексе. Как только поступило сообщение, наши сотрудники предприняли немедленные действия. Они отправились туда с женщинами и попросили указать на этих людей. Вероятно, два или три человека сбежали. Еще трое были арестованы. Они сдали отпечатки пальцев и теперь должны ответить за свои действия. Схватить удалось выходцев из Пакистана. Двое из них оказались соискателями статуса беженца. Сейчас они снова на свободе и вполне могут скрыться от правосудия. И это типичная ситуация. Они приехали к нам в качестве беженцев, написали заявление на получение этого статуса и были помещены в приют для беженцев. Это считается их постоянным местом жительства и поэтому, по нашему законодательству, их невозможно поместить в камеру предварительного заключения. Я считаю это неправильным. Глава профсоюза полиции говорит о новом посткельнском феномене. Охоте на девушек группами. Преступники почти всегда иностранцы. И вот официальная статистика. Лишь за май этого года 14 случаев домогательств во время народных гуляний в Баварском городе Эрланген. 8 случаев во время карнавала культур в Берлине. В Дюссельдорфе на фестивале День Японии. И пятеро мужчин, которых описывают как выходцев из Северной Африки, жестоко избили парня, тот пытался защитить свою девушку. Но все это лишь эхо кельнских событий. Событий, которые глубоко травмировали общество. Тележурнал «Вестпол», выходящий на первом канале немецкого телевидения в мае, впервые показал полицейские съемки той новогодней ночи ужаса. На них явно слышны крики женщин. Не лапай меня, не делай этого. И грязная брань мужчин в отношении сотрудников полиции, пытавшихся вмешаться. Полиция, идите! До сих пор специальная комиссия парламента Земли Северной Реинвестфалия пытается понять, почему полиция в ту ночь была бессильна. Хотели ли власти скрыть правду о произошедшем? Всплывают такие детали. В новогоднюю ночь девушка написала заявление в полицию о том, что один из 50 мужчин иностранцев попытался ее изнасиловать. Полиция передала срочное сообщение выше по инстанции, а затем в ночи раздался звонок. Как сообщил комиссар, после появления сообщения особой важности позвонил служащий руководящего органа. Он сказал грубым тоном, это никакие не изнасилования, вычеркните, удалите срочно сообщение. Когда комиссар пожаловался на тон и наглое требование, звонящий ответил, да, это пожелание министерства, я просто их передаю. Кто звонил, по всей видимости, так и останется тайной. Имя комиссар не записал, а все данные о телефонных звонках, как стало известно на днях, были, цитата, автоматически и в плановом порядке стерты. А тем временем в интернете почти миллион просмотров набрала интерактивная карта, на которой отмечены криминальные случаи, связанные с мигрантами. Приставания, грабежи, даже убийства. Вот таким бирюзовым знаком отмечены случаи сексуальных домогательств в бассейнах. Каждый из флажков сопровождается ссылкой на публикацию в прессе или пресс-релиз полиции. Все это вызывает глубокое разочарование. Первое дело о сексуальных домогательствах в Кельне в новогоднюю ночь развалилось в суде. А депутаты Бундестага так до сих пор не смогли договориться, как именно стоит ужесточить ответственность за сексуальные преступления, чтобы те, кто обижают женщин, хотя бы в будущем не смогли избегать наказания. Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Дмитрий Малышев, Первый канал, Берлин. Продолжение следует...